Второй человек в стране. Новым председателем Сената Парламента Казахстана стал 49-летний Мауля Нашимбаев. Поэтому не сомневаюсь, что он будет достойно работать на этой должности. Возмещение ущерба. Казахстан готовит ноту Узбекистану из-за ситуации в Туркестанской области. Стоп-машина. Из-за убытков авиасообщения внутри Казахстана могут приостановить, заявил сегодня глава авиационной администрации страны Питер Гриффитс. Не оправились от удара. Часть предпринимателей Алматы не смогла возобновить свою работу в рамках третьего этапа восстановления экономики. Убытки мы понесли немалые, поскольку плата за аренду осталась. Репутация – все. Ревизионная комиссия столичного маслехата проверит, зачем тратится 125 миллионов тенге на продвижение положительного имиджа Акимата в соцсетях. Да, действительно, определенные деньги выделяются на то, чтобы Акимат работал в соцсетях и так далее. На телеканале «Томикен Бизнес» главные новости в студии Галина Гаджук. Здравствуйте. Понедельник начался с кадровых перестановок в высших эшелонах власти. В первой половине дня вышла новость, которую с нетерпением ждали не только в Казахстане. Все выходные политические эксперты и общественность гадала, кто же займет кресло Доригей Назарбаевой. И вот президент Касымжимар Тукаев представил нового спикера Сената Маулена Ашимбаева, занимающего ранее пост первого зам заместителя руководителя администрации президента. Далее последовала череда других назначений. Жанна Опызбаева подробнее. Сенат. Единогласное голосование за кандидатуру на пост председателя Верхней Палаты парламента Маулена Ашимбаева. А вот и сам новоиспеченный спикер. К слову, самый молодой в истории. Маулену Ашимбаеву 49 лет. Президент Касымжимар Тукаев представляет его новым коллегам в новом качестве. Он обладает большим опытом работы на государственной службе. Многие годы эффективно трудился в различных сферах. Хорошо знаком с деятельностью парламента. Всегда с честью выполнял возложенные на него обязанности. Поэтому не сомневаюсь, что он будет достойно работать на этой должности. В своей речи президент также высказался о деятельности бывшего спикера Дориги Назарбаевой. Он дал высокую оценку ее работе и вновь выразил признательность. К слову, самой Дориги Нурсултановной на заседании парламента не было. Тем временем предыдущее кресло Маулена Ашимбаева занял Дориан Абаев. Теперь бывший министр информации и общественного развития назначен первым заместителем руководителя администрации президента. На своей странице в Фейсбук он опубликовал пост. Эти четыре года были очень насыщенными на события. Мы прошли большой путь, сделано немало. Прежде всего я хочу поблагодарить всех вас за поддержку, за отклики, за критику, за постоянную обратную связь. Понимаю, что не все было гладко, но мы всегда старались следовать национальным интересам страны. Абаев также поздравил нового министра информации и общественного развития с назначением и пожелал плодотворной и успешной работы на этом непростом участке. А непростой участок возглавляет теперь женщина Аида Балаева, которая напротив пришла из администрации президента. Ее кандидатуру поддержал Мажелис. Тем временем новый спикер Сената выступил с первой речью перед депутатами. Он озвучил главную проблему на сегодня – борьбу с пандемией. По окончании режима чрезвычайного положения, как было отмечено главой государства, основной задачей всех государственных органов должно стать поддержание преемственности политики Ильбасы, реализация стратегии президента, направленной на дальнейшее развитие государства, экономики и повышение благосостояния населения страны. Сенат парламента Казахстана будет делать все необходимое для качественного, законодательного обеспечения политики главы государства. Маулен Ашимбаев стал восьмым в истории председателем Сената. Отмечу, теперь он второй человек по значимости в стране после президента. Жанна Алпызбаева, Атамикен Бизнес. Несмотря на высокий статус позиции председателя Сената парламента РК, автоматически рассматривать человека, пришедшего на должность, как преемника власти, не стоит. Такое мнение сегодня нашему телеканалу во время телефонной беседы озвучил политолог Досим Садпаев. Как он утверждает, его позиция основана на опыте соседних стран, которые вносили поправки в Конституцию и законодательные документы, в первую очередь отталкиваясь от политической конъюнктуры в стране. Как показывает, кстати, опыт других стран в Центральной Азии, это тоже интересный момент. Даже человек, который занимает вторую позицию по Конституции, не факт, что он станет премиумом. Если вы помните, в Узбеке была такая ситуация, когда после смерти Ислама Калимова по Конституции вторым человеком был спикер парламента. Но тоже моментально переделали все правила, и вторым человеком стал Шавкат, будучи премьер-министром. Понимаете? А в Туркмейстане была еще даже хуже ситуация, когда после смерти Ниязова спикера парламента тут же через какое-то время арестовали. И на политическую сцену зашел Бердмухамедов. То есть, опять же, сама статусная позиция в наших условиях, в Конституции в том числе, это все относительные позиции. Потому что при изменении политической конъюнктуры всегда могут переиграть. И другим темам. Казахстан готовит ноту Узбекистану из-за ситуации в Туркестанской области. Об этом в интервью «Атомикен Бизнес» рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сергей Громов. Уточнил, что в официальном письме казахстанская сторона, возможно, потребует возмещения ущерба. Тем временем, количество эвакуированных жителей Мактааральского района из-за порыва дамбы у соседей достигло 32 тысяч человек. Мольдер Абдалиева следит за развитием ситуации. Мольдер, добрый вечер. Какие еще пункты содержатся в обращении? Здравствуй, Галина. Вице-министр экологии Сергей Громов сообщил, что в ноте, которую отправит Казахстан, будут изложены требования о предоставлении полной информации касательно происшествия и возможном возмещении ущерба. Отмечу, пока официальная сумма убытков по данным Акимата Туркестанской области превышает 404 миллиона тенге. Сергей Громов также заявил, что наша сторона выступит против восстановления дамбы Сардобинского водохранилища. Он подчеркнул, что официальный Ташкент возвел это сооружение, не согласовав с наш султаном и тем самым нарушил Международную конвенцию ООН по охране трансграничных водотоков. Мы готовим МИД, ноту для МИДа узбекской стороны. Мы имеем право сегодня требовать пострадавшей стороны по возмещению, возможно, по тому, чтобы вообще-то наше пожелание такое, чтобы это водохранилище не восстанавливали. А если восстановили, то в совсем малом объеме, потому что оно было, еще раз повторяю, построено без согласования с нами. Мы от МИДа готовим, вот сейчас МИД уже готовит, и сегодня оно будет отправлено, требования с тем, чтобы открыта была полная картина, во-первых, по самому происшествию, по последствиям этого происшествия и предполагаемым мерам по этому водохранилищу и по другим моментам, по спасению людей, по восстановлению и так далее, и так далее. Напомню, 1 мая произошел прорыв дамбы, построенный в 2017-м в Сырдаринской области. Предварительной причиной назвали сильный дождь и штормовой ветер. В результате затоплено 276 квадратных километров, 76 из которых приходятся на территорию нашей республики. Под водой оказались 10 населенных пунктов Махта-Аральского района. К этому часу эвакуированы почти 32 тысячи человек. По данным местного Акимата, подтоплен 631 дом. Сейчас поток прибывающей воды убавился. Но до этого, по словам вице-министра Громова, узбекская сторона уверяла, что, цитата, ни капли воды не поступит. В 1 мая у меня состоялся разговор с замминистра водного хозяйства. Он по поручению министра сказал о том, что прорвало дамбу, но вы не беспокойтесь, казахстанской стороне ни капли воды не поступит. Мы, несмотря на то, что нас успокаивала узбекская сторона, мы предприняли меры с нашим ЧАЭСом. Поначалу узбекская сторона объявила о том, что 300 миллионов кубометров воды было оттуда сброшено. МЧС узбекской стороны вчера, где-то в 17.00-16 копейками, они сами, видно, несанкционированно проговорились о том, что сброшено было порядка 500 миллионов кубов. Практически сейчас поступление из этого водохранилища прекратилось. Волна добегания у нас пока идет. Сейчас помощь в пострадавший район прибывает из других регионов. Подключились и волонтеры. Люди, оставшиеся без крова, хозяйство и земель в отчаянии. При этом в школах, мечетях и детских садах села Атакен, где размещают пострадавших, мест не хватает. Аким Туркестанской области Умурзак Шукеев заверил, что помощь будет оказана всем. Затопленными оказались почти 4000 гектаров сельскохозяйственных культур. Какие вещи? Вот сумку взяла с детскими. Подняли на высоту. Огород, дома три собаки бегают, кошка с котятами дома осталась. Мы газ, свет все повыключали, все продукты наверх подняли и приехали. В стране уже создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Романом Скляром. Предстоит подсчитать сумму ущерба. В департаменте же полиции Туркестанской области нам сообщили, что факты мародерства не зарегистрированы. Между тем в Узбекистане в связи со случившимся возбудили уголовное дело. Речь идет о должностной халатности и нарушениях, правил безопасности при горных, строительных и взрывоопасных работах. Галина, у меня на сегодня все. Передаю тебе слово. Спасибо, Мальдор. А мы продолжим выпуск. Авиасообщения внутри Казахстана могут приостановить. Об этом сегодня в интервью от Амикенбизнес заявил генеральный директор авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс. По его словам, к концу этой недели станет ясно, насколько рационально продолжать осуществление полетов, поскольку из-за введенных ограничительных мер, связанных с санитарными требованиями, окупаемость рейсов значительно снизилась. Какие меры предлагают в авиационной администрации, не приведет ли сложившаяся ситуация к повышению стоимости авиабилетов, расскажет моя коллега Фариза Булатбек. Она сейчас выходит на прямую связь с нами. Фариза, тебе слово. Добрый вечер, Галина. Как говорится, счастье недолго длилось. Буквально на днях казахстанцы радовались, что авиасообщение внутри страны потихоньку начало восстанавливаться. И вот не прошло и недели, а сегодня в авиационной администрации заговорили о приостановлении рейсов в связи с нерентабельностью. Окончательно этот вопрос будет решен на следующей неделе. До тех пор, пока ситуация не будет разрешена, рассматриваются три решения. Либо правительство изменит меры по отношению к авиалиниям, либо авиалинии перестанут летать, чтобы они не обанкротились. После 7 мая мои рекомендации будут, чтобы авиалинии приостановили полеты. Питер Гриффитс также не исключает банкротство отечественных авиакомпаний. Из-за ограничительных санитарных требований авиационная экономика теряет свой основной доход, так как именно летний сезон считается прибыльным. Когда авиалиния лишается своего основного заработка, то зимой покрыть расходы будет очень сложно. И, соответственно, это может привести к закрытию авиакомпаний. Еще один немаловажный момент – это стоимость авиабилетов. Мы поинтересовались у главы авиационной администрации, не приведет ли вся эта ситуация к повышению цен. На что он ответил следующим образом. Обычно цены на билеты поднимают для того, чтобы в короткие сроки восполнить потери. Однако в нашем случае Министерству экономики были даны рекомендации не поднимать цены на авиабилеты. Это положительный момент для пассажиров. Но для авиакомпании само восстановление может занять до 5 лет. Я напомню, что в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития ранее заявляли, что потери гражданской авиации составили около 300 миллиардов тенге. И эта цифра может еще возрасти. Во избежание дальнейших потерь авиакомпаний и сопутствующие службы предлагают пересмотреть требования главного санврача. А именно, во-первых, отменить справки о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 для пассажиров, сотрудников аэропорта и авиакомпании. Вместо этого последние будут проходить предсменный осмотр с измерением температуры. А пассажирам будут измерять температуру на входе в аэропорт. При наличии же высокой температуры проводить экспресс-тест. Во-вторых, отменить дистанционную рассадку на борту. Из-за этого самолеты летают полупустые, что совсем невыгодно. Также предлагается отменить анкетирование пассажиров и экипажей. И сегодня главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что отменять требования ПЦР-теста для авиаперелетов пока не будут. Эта норма будет пересмотрена постепенно с учетом стабилизации эпидситуации. Алина, на этом у меня вся информация. Передаю слово тебе. Спасибо, Фариза. А мы продолжаем. Часть предпринимателей Алматы не смогли возобновить свою работу в рамках третьего этапа восстановления экономики. Запустить цены получилось у некоторых парикмахерских из-за отсутствия работников и недостатка дезинфицирующих средств. Кроме этого, оказывать услуги пока не могут агентство недвижимости. Риэлторы не смогли зарегистрироваться на сайте infoalmaty.kz. Насколько оказался готов к работе бизнес, узнавала Амина Абдрахманова. Третий этап восстановления предполагал открытие парикмахерских фотосалонов, цветочных киосков и компаний, оказывающих услуги с недвижимостью. Однако долгожданный старт у некоторых предпринимателей так и не произошел. Сегодня открыть свои двери для клиентов не смогли некоторые парикмахерские. У кого-то нет дезинфицирующих средств, у других отсутствуют мастера, которые проживают в области, а кому-то и вовсе оказалась непосильная арендная плата за помещение. Мы не можем выйти на свои рабочие места, так как наш арендодатель снизил нам арендную плату всего на 10%. Помимо этого, отдельный пункт и другие средства защиты, которыми мы должны обеспечить персонал. Все это дополнительные расходы, которые нам не по плечам, поэтому сейчас мы открыться не можем. А вот владельцы цветочных магазинов не смогли заработать, так как нет товара на продажу. Агентства недвижимости тоже продолжили соблюдать карантин, так как риэлторы не смогли пройти регистрацию на сайте infoalmata.kz. Вдобавок к этому, не все агентства успели привезти свои офисы в соответствии с санитарными требованиями. Это перчатки, это майские, это индивидуальные средства защиты, это размещение рабочих столов на расстоянии двух метров, табель, посещение и указывание температуры, то есть нужно проверять температуру работников, нужно ввести этот дневник, нужно ввести дневник самоуборки, нужно обеспечить доставку, сопровождение своих работников, которые двигаются на общественном транспорте. Заработать без каких-либо препятствий получилось у банков и автомоек, а вот из 55 сетей обменных пунктов возобновить свою деятельность получилось всего у 15 компаний. Впрочем, как говорят представители этого бизнеса, этому предшествовали несколько причин, в числе которых и требования регулятора об увеличении собственного капитала до 100 миллионов тенге. И сейчас, вместо того, чтобы строить планы, предпринимателям приходится подсчитывать финансовые потери. Убытки мы понесли немалые, поскольку плата за аренду осталась, мы должны были ее заплатить. Некоторым сотрудникам зарплату все равно выплачивали, кому-то сокращенно, кому-то полную зарплату, зарплату бухгалтерам. То есть налоги были все оплачены. Следующим этапом восстановления экономики будет запуск работы торговых домов, рынков, ресторанов и кафе. Пройдет ли этот процесс безболезненно, покажет время. Амина Абдрахманова, Нурлан Аканбаев, Атамикен Бизнес. Айна Абдрахманова, Нурлан Аканбаев, 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 Аканбаев. Терминологическую ситуацию в стране стабильной и призвала казахстанцев постепенно возвращаться к нормальной жизни. В ходе онлайн-брифинга Исма Гамбетова отметила, что прирост по заболеваемости в стране на протяжении последних двух недель не превышает 7%. И в целом, благодаря карантинным мерам, действующим с середины марта, ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать. Однако любое снятие дальнейших карантинных мер должно вводиться постепенно и с учетом общей эпидобстановки. Более того, санитарный врач рекомендует казахстанцам продолжать носить защитные маски, как в помещениях, так и на улице, избегать массового скопления людей и использовать дезинфицирующие средства. Соблюдение этих условий карантина позволило нам стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Естественно, меры карантина сегодня, с учетом эпидситуации, они должны постепенно ослабляться. Мы постепенно должны переходить к своей текущей нормальной спокойной жизни. Но при этом, конечно, переход карантинных мер, смягчение карантинных мер, оно будет иметь постепенный характер в зависимости от ситуации. Прокомментировала Ясма Гамбетова и ситуацию с ценами на тесты для определения коронавируса. По ее словам, стоимость регулирует рынок, однако такую услугу сегодня может выполнять любая частная лаборатория, соответствующая требованиям Минздрава. На сегодня определены 16 групп населения, которые могут пройти тест на COVID-19 бесплатно. Однако в будущем категории квотируемых лиц будут расширяться, в связи с чем прохождение теста будет осуществляться за счет государства или системы обязательного медицинского страхования. Кстати, из всех случаев, которые были зарегистрированы в апреле, 52% связаны именно с профилактическим тестированием. Если мы в начале марта тестировали в сутки от 1 до 2 тысяч, то в апреле объемы тестирования наращиваются и сейчас мы уже тестируем до 16 тысяч в сутки. Задача, которую мы себе поставили, это довести тестирование до 25 тысяч в сутки по стране. Между тем, в Петропавловске начаты проверки в отношении городского отдела занятости. А все потому, что социальные работники пожаловались в Минтруда на свое руководство. Люди возмущены, больше месяца назад весь коллектив отправили на карантин из-за того, что в организации выявили три факта заражения коронавирусом. Соцработники же продолжили трудиться в удаленном режиме, но ни транспортом, ни средствами защиты от COVID-19, даже несопроводительными документами их не снабдили. Более того, во время карантина им увеличили объемы работы. Плюс ко всему, по словам соцработников, их завалили не входящими в их компетенцию обязанностями. Люди устали терпеть безобразие и сегодня устроили протесты прямо на работе. В режиме карантина нам было приказано выйти на работу и в течение дня обслуживать 8-9 человек, не имея средств защиты и транспорта для передвижения по городу. То есть это было нам сказано, идите пешком. Сами понимаете, что если они находятся в разных концах города, не имея транспорта, это, извините, очень сложно сделать. В Казахстане перенесли сроки призыва граждан на срочную воинскую службу. Соответствующие изменения в указ о призыве внес президент Касымжимар Токаев. Решение, по словам представителей Минобороны, историческое. Мероприятия по весеннему призыву будут возобновлены после снятия режима ЧП и продлятся до 31 августа. Всего, по словам представителей оборонного ведомства, призыву подлежат свыше 17 тысяч казахстанцев. При этом, помимо медкомиссии, новобранцам необходимо будет сдать ПЦР-тестирование. К слову, в связи с режимом ЧП продолжается служба военнослужащих, призванных годом ранее. Их увольнение в случае окончания режима ЧП будет произведено до 30 июня. В первых дней введения в стране чрезвычайного положения вооруженные силы активно участвуют в выполнении различных задач. Сегодня уже задействовано порядка 9,5 тысяч военнослужащих в 29 городах. Они осуществляют патрулирование, дезинфекцию и выполняют другие задачи. Решение о приостановлении и увольнении военнослужащих срочной службой, выслужив установленный срок и переносе сроков очередного призыва граждан на срочную воинскую службу, принимается впервые в истории нашего государства. В Нур-Султане ученикам колледжа предоставили отсрочку оплаты за обучение до августа. В 1015 человек уже обратились в администрацию учебных заведений. Об этом рассказала руководитель столичного управления образования Шулпан Кадырова. Она отметила, что стоимость обучения в учреждениях среднеспециального образования составляет от 80 до 320 тысяч тенге в год. Стипендии ученикам выплачиваются своевременно, сообщила Кадырова. Из 22 660 студентов, 9 172 иногородних студентов отправлены по месту проживания. И на сегодняшний день в общежитиях колледжа проживает 50 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без учреждения родителей. Управлением образования оказывается помощь в виде продуктовой корзины. Кроме того, на брифинге стало известно, что в этом году выпускники будут задавать ЕНТ без вопросов из программы 4-й четверти 11-го класса. Как мы ранее сообщали, национальное тестирование состоится согласно графику. В Казахстане зарегистрировали 4028 случаев заражения коронавирусом, сообщили в Минздраве. Выздоровели 1134, скончались 27 человек. Статистику по больным в разрезе регионов вы сейчас видите на своих экранах. Отметим, с момента регистрации первых зараженных COVID-19 в республике прошел 51 день. И к событиям в мире. У США есть доказательства того, что коронавирус начал распространяться из Уханьской лаборатории. Такое заявление в эфире телеканала ABC News сделал госсекретарь Майк Помпео. По его словам, у китайских властей была возможность предотвратить пандемию и ее последствия. Но из-за сокрытия фактов весь мир погрузился в глобальный кризис. И тем не менее, конкретных фактов представлено не было, отчего вопросов становится больше, чем ответов. За развитием событий следит моя коллега Миро Эрджакиянова. По мере того, как Соединенные Штаты все больше утверждаются в качестве лидера антирейтинга COVID-19 по количеству зараженных, обвинительная риторика по отношению к Китаю становится все более жесткой. В середине апреля телеканал Fox News, любимый, к слову, Дональда Трампа, опубликовал информацию о том, что новый вирус был создан в лаборатории в городе Ухань. Однако разведслужбы США данные не подтвердили, сославшись на отсутствие доказательств. Похоже, что сейчас ситуация принимает новый оборот, потому что в овальном кабинете заговорили о значительном количестве доказательств. А в минувшие выходные слова Трампа подтвердил и госсекретарь Майк Помпео. Могу заверить, есть значительное количество доказательств того, что вирус пришел из лаборатории в Ухане. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на вопросы. Мы пытаемся направить группу туда. Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу туда и в другие лаборатории в Китае. Но китайская компартия продолжает блокировать доступ. Однако сами доказательства пока не предъявлены. Помпео в своем выступлении сослался на поддержку Австралии. Ранее крупное печатное издание страны The Daily Telegraph опубликовало данные из доклада пяти разведслужб. США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании. Если верить документу, то Пекин намеренно скрывал и даже уничтожал данные о вспышке, тем самым причинив вред другим странам. Теперь международное сообщество ждет компенсации. Китай все обвинения отвергает. И Трамп уже успел пригрозить новым пакетом санкций. Однако причина всеусиливающейся сенофобской риторики – желание Трампа увеличить свои шансы на победу перед осенними выборами, уверен политический обозреватель Ник Мегорон. Для Дональда Трампа возможный ввод санкций продиктован больше политическим расчетом, нежели экономическими доводами. Новые санкции могут серьезно ударить по экономике США и скажутся на скорости восстановления мировой экономики. Но, с другой стороны, это покажет его как сильного лидера в разгар кризиса. Сенофобия поможет ему одержать победу на предстоящих выборах. По мнению казахстанского политолога Антона Бугаенко, в случае введения нового пакета санкций тренд на вывоз производства из Китая только усилится. От такого стечения обстоятельства Казахстан может выиграть, уверен эксперт. В условиях именно геополитической напряженности между США и Китаем у нас появляется такая возможность, потому что Китай будет больше ориентироваться на поставки из ближайших регионов, из близких к нему регионов, в том числе и в связи с вопросами безопасности, и будет пытаться развивать взаимодействие в том числе с Казахстаном, с Кыргызстаном, Администаном, Таджикистаном. Как будет развиваться ситуация, покажет время. Однако, по оценкам BBC, китайские предприятия сегодня прочно интегрированы в архитектуру технологических цепочек. Заводы Поднебесной производят для развитых стран до половины комплектующих. Завод по переработке масличных культур мощностью 500 тонн в сутки запущен в Талдыкургане. На церемонии открытия Аким Алматинской области Амандык Баталов отметил, что в перспективе на предприятии новые рабочие места получат свыше 50 человек и более. Новое производство расположилось в индустриальной зоне областного центра. На открытие объекта прибыли также общественные деятели и предприниматели. Общая стоимость нового проекта – 4 миллиарда 400 миллионов тенге. На первоначальном этапе принято на работу 50 человек. В перспективе количество рабочих мест будет увеличено, как и виды продукции. Завод первоначально будет перерабатывать подсолнух рапс и сою. Весь полностью завод, наш огромный комплекс построен, кабелькормовый завод на 20 тонн в час. Цех по глубокой переработке масла, маргаринного производства, майонезного производства, цех розлива масла. Где-то будет работать около 550. Завод полностью автоматизирован. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» была подведена вся инфраструктура. Есть свой железнодорожный тупик. Среднемесячная заработная плата составит 120 тысяч тенге. И уже сейчас предприятие укомплектовано специалистами. Чтобы получить подсолнечное масло из подсолнуха, потребуется как минимум три процесса. Это подготовительный отжим и гидротация. Поэтапно в Тадукургане будет реализовано еще три крупных инвестиционных проекта общей стоимостью порядка 23 миллиардов тенге. Два из них размещены на территории индустриальной зоны. Это позволит открыть более 500 новых рабочих мест, говорят чиновники. Нурсулу Аубакирова, Самал Кабышева, телеканал «Атамикен Бизнес». Ревизионная комиссия столичного маслехата проверит, зачем тратится 125 миллионов тенге на продвижение положительного имиджа Акимата в соцсетях. Напомним, накануне в ряде СМИ прошла информация о том, что Акимат Нурсултана выделил 125 миллионов тенге одной консалтинговой компании на комментарии в соцсетях, позитивно оценивающих работу столичного мэра Алтая Кульгинова. По условиям договора за месяц в соцсетях должны быть размещены до тысячи похвальных комментариев в адрес Акима. Если в прошлом году для продвижения позитивного имиджа Кульгинова из городского бюджета были направлены 36 миллионов тенге, то в этом году на аналогичные цели заложены 89 миллионов. В Акимате комментарий пока нашим корреспондентам взять не удалось. Между тем, председатель бюджетной комиссии столицы заявил в интервью Атамикен Бизнес следующее. Я видел эту публикацию на выходных, на праздничных днях. Как председатель бюджетной комиссии, да, действительно, определенные деньги выделяются на то, чтобы Акимат работал в соцсетях и так далее. Мы просто сделаем следующим образом. Мы со стороны проекта вместе с, наверное, ревизионной комиссией проверим этот факт и посмотрим, на какие цели были реально выделены деньги, каким образом они были потрачены. Но вообще, правильно, что Акимат выделяет на имиджу такую большую сумму? Я сейчас не могу комментировать непроверенную информацию. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на Атамикен Бизнес. Следите за новостями на наших официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube и на официальном сайте inbusiness.kz. Берегите себя и своих близких и до встречи в эфире.